Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин вырос вчера. Сработала моя заявка на 59 тысяч. Если смотрели вчерашнее видео, смотрите, куда улетел. Огромные деньги уже зарабатываю. Всех поздравляю. Опустится ли биткоин на выходных? Перед тем, как рванет еще выше. Посмотрим на графиках. Торговые объемы высокие, но начались выходные. Подписчик заработал 8% прибыли. Капитализация рынка 2,2 триллиона. 280 тысяч посетителей на моем сайте. Bitcoinprice.live Можете включить у себя на телевизоре. Это Bybit. Там проходит трейдерский турнир. С призовым фондом 10 миллионов долларов. Подключайтесь к моей команде и давайте торговать. Индекс страха и жадности 32. А биткоин 62 тысячи. Невероятно. Доминация биткоина 53%. Это означает, сколько биткоина в общей капитализации рынка. Ставка финансирования позитивная. В этом видео сделаем тихонолиз биткоина. Покажу вам свой торговый аккаунт. Но у меня там сделки в профите. Примерно десяточку я уже намутил. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики. Прямо сейчас. Открываем рынки. Чашка с ручкой, бычий флаг на недельном таймфрейме. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Стохастик в перекупленности пытается развернуться вверх на недельном. Два дня остается до закрытия свечи. И похоже формируется свеча молот. Бычий признак. Криптогрубот, которого вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу, держит сигнал на покупку. Биткоин-индикатор-бот дал сигнал на продажу на прошлой неделе. Давайте теперь на дневной. Здесь стахастик перепроданность. Двойное дно на стахастике. Хороший отскок на биткоине с тех пор, как я купил. Прекрасно. Также мы тут видим... Что мы видим? Нисходящий клин. Давайте на четырех часах. Нисходящий клин на биткоине, из которого биткоин вчера вверх вышел. Ровно так, как я и предсказывал. Прям четко активировалась моя заявка, и биткоин вверх пошел. Всех поздравляю, зарабатываем уже. На 56 торговая идея пока не активировалась. И также на 50 тысяч я поставил заявку. Если вы хотите зайти сейчас в биткоин, то я бы ловил от уровня поддержки. Но эти две торговые идеи оставить. 56 и 50. А также еще одну торговую идею можно добавить, более рискованную. От поддержки. На 61 400. Это зона хорошей поддержки. А почему поддержка? Да вот смотрите. Это совпадает с вот этими всеми. Вот она поддержка. Или сопротивление это было раньше. А теперь поддержка. Несколько раз биткоин касался этого уровня. Поэтому теперь эта поддержка получилась. В общем, заходим отсюда и тянем на вершину бычьего рынка, которая будет в октябре 25 года. На 269 тысяч долларов. Заходим на 61 441. 100 плюс на 60 729. Риск 712 долларов. И заработать можно 207 тысяч. Это в расчете на один биткоин без плеча. И еще две другие торговые идеи тоже. Теперь перейдем на мой торговый аккаунт. Но сначала напомню про полезные ссылки. Если хотите торговать вместе со мной, как я, участвовать в трейдерском турнире на Bybit, который уже начался. Вот оно. Мировой трейдерский турнир на Bybit. Призовой фонд 10 миллионов долларов. Сделайте торговый объем 50 тысяч. Участвуйте в розыгрыше ценных призов. Сканируйте этот QR-код. Подключайтесь к моей команде. И давайте торговать. Теперь мой торговый аккаунт Bybit. Здесь у меня 664 600 долларов. Прекрасно. В начале недели 648. Значит я заработал 16 тысяч долларов. На этой неделе прекрасно. И мои идеальные трейды на биткоине. Смотрите. Да посмотрите же. Как идеально я зашел в биткоины. Опустился биткоины. И она идеально активировалась. По 59 тысяч. Купил и уже хорошо зарабатываю. Сделка в плюсе на 10 тысяч 100 долларов. Прекрасно. А также у меня стоят еще ордера. На эфире. По 2000. На 100 эфиров хочу зайти. 2400 салан по 80 долларов. И 24 миллиона дуджкоинов по 8 центов. Но сработала эта заявка на биткоине. Которая теперь в плюсе на 10 тысяч уже. Прекрасно. Да посмотрите на покупки мои. Вот как я торговал. Посмотрите. Вот оно. Вон где я продал биткоин. По 65 тысяч. Затем купил биткоин по 52 тысячи. Затем продал биткоин. По 62. 61 500. И купил биткоин по 60 тысяч. И теперь уже 62. Отличные трейды. Также я купил на споте биткоин. В предыдущем видео тоже показывал. И четко тоже торгую здесь. По 59 взял биткоин. Биткоин опускался на 58 900. Также смотрите, что я держу на балансе. Биткоин 20%. USDT 41. MCRT 13%. Юнис ВП 8. Ворлдкоин 7%. Доджкоин 5%. ИСУИ 2.8%. 225 тысяч. USDT. Биткоин 113 300. МСРТ на 73 300 долларов. Юнис ВП на 43 800. Ворлдкоин. Растет ворлдкоин. Смотрите. Плюс 13%. Доджкоин плюс 4,5%. СУИ плюс 13%. СУИ Доджкоин. Непримерно. Сейчас на той же цене, по которой я и брал. Помните, я купил СУИ на 30 тысяч долларов. Затем продал половину. 15 тысяч. Додж я покупал на 30 тысяч долларов. Еще не выросло пока что. Ворлдкоин тоже на 30 тысяч брал. Значит, заработал 12. Юнис ВП тоже на 30. 13 тысяч профита. Биткоин я купил. Я думаю, что на 100 тысяч долларов. И теперь его на 113 тысяч. Прекрасно. На этой неделе профит. По месяцу 613. Поднимался на 738. Опустился на 646. В общем, по месяцу тут примерно плюс 50 тысяч. Но тоже хорошо. А еще я трачу деньги с этого баланса. Через платежную карту Bybit. Это очень удобно. Теперь давайте почитаем комментарии. Тесла, пожалуйста. Тесла упала. После презентации. Вы, может быть, продали Теслу. Но я пока что держу. Я покупал Теслу по 141. Но вчера Тесла упала. 8% после этой презентации. Не впечатлила она аудиторию. Даже несмотря на то, что они представили этого нового робота. Это такси еще, которое без руля вообще. И презентация была такая для людей, которые там находятся. Прям Илон Маск был. Но только минут 20. И зрители были разочарованы. На Тесла симметричный треугольник, который Тесла пыталась пробить и выйти вверх. Два раза уже касалась Тесла этой трендовой линии. Пыталась выйти. Но затем развернулась снова от нее. Двойная вершина. Но если мы посмотрим на этот паттерн, то здесь восходящий клин. Восходящий треугольник. Извините. Внутри давление, давление и вниз выходим. Поэтому по техническому анализу оно все логично. Но должны были выходить из этого большого асимметричного треугольника. Потому что 70% длины. И затем Тесла день был такой себе. И Тесла упала. На 8%, к сожалению. Скоро выходит еще финансовый отчет. Если он впечатлит публику, то тогда Тесла вырастет снова. А если нет, то упадет. Может упасть на 154. Я купил по 141. И Тесла показала уже 87%. Это было до презентации. А теперь это уже плюс 55%. Ну довольно сильное падение, конечно. На этой презентации. Ну такая себе. Получилась слишком она была уж такая. Для людей, которые были именно там. Не для этих миллионов. Которые смотрели в прямом эфире. Похоже, что Тесла упадет на 154. Но это будет херня, конечно. Тут восходящий клин. Если продолжит это падение. Если финансовый отчет тоже будет херовый. То тогда вполне возможно, что пойдем вниз на 150. И вся эта прибыль обнулится. Лучше было, конечно, закрыться на 260. Опять же, покупай на слухах, продавай на новостях. Всегда работает это правило. С 260 опустилось на 217. На этой плохой презентации. Ну вот еще 200 долларов. Тоже неплохая зона для покупки. Там поддержка. Но вполне возможно, что упадет на 154. Многие, конечно, были разочарованы. Презентация уже готова была Тесла выходить из этого массивного симметричного треугольника. И могли пройти на 600 долларов. Но двойная вершина не смогли пробить это сопротивление. Сильное сопротивление там. В первый раз это было еще в 21 году доходило до этой цены. И теперь идет вниз Тесла. Похоже, что сильная поддержка, основная поддержка на 141. А основное сопротивление на 265. И такая история уже. Последние 4 года входит Тесла. В этом диапазоне 160. Вот смотрите. Между тем и этим. 160, 300, 190, 400, 200, 300. И затем с 22 года только плохие новости против Илона. 300, 300, 97, 280, 196, 275, 147, 256, 190, 260. И здесь массивное сопротивление. Но теперь вопрос, куда опустится Тесла? На эту трендовую линию? Или же раньше будет разворот? Это вопрос. Но на мой взгляд, обычно мы выходим из такого треугольника, когда пройдем 70% длины. Презентация могла помочь-то как раз выйти из этого треугольника, если бы она была хорошая. Но она была такая себе. И выйти не получилось. К сожалению. Присоединяйтесь к моему телеграмму. 133 трейдера онлайн. Тоже тут можете писать, задавать вопросы. Торгуйте вместе с другими трейдерами. Прошлись по рынку. Опять же, мировой турнир трейдеров на Bybit. На этом все на сегодня. Тесла разочаровала. Столько хайпа было вокруг этого всего. Люди ждали. Ну, они-то в принципе продукты неплохие показали. Роботы, такси, автобус. Но зрители были разочарованы. 20 минут разговора. Презентация Ивана самого. А затем это было для тех, которые были там на месте. Показывали робота, машину. Но все остальные, которые смотрели в прямом эфире, просто что-то показали. Там робота, такси это. Они все были разочарованы. И в итоге падение 8%. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Обязательно пишите комментарии, что мне проанализировать. На моем торговом аккаунте вы видели то, что я держу. И вы видели, как я торгую. Опять же показываю. У меня сделка на биткоине открылась. В плюсе на 10 400 долларов. Это мои заявки на других активах. А это то, что у меня на споте. Прекрасно. Спасибо, что посмотрели. Приготовьтесь на выходных. Биткоин, как правило, может быть атакован. Такое бывает. Всех люблю, обнимаю. И увидимся... А, подпишитесь. И увидимся завтра.